Продолжаем записывать ролик. Тут друзья пишут пока, ну ладно. Что я делаю? Я каждый день встаю когда, вот я начинаю перекладку пакетов уже зараженными мицелиями. Уже где-то прям конкретно видно, то есть для того чтобы растение мицелий дышал, то есть наше счастье выглядит пока вот так вот. То есть если присмотреться, сейчас он сфокусируется, тут видно поры, а не поры, а то что вот так как у нас сейчас зима, зима как бы прямых солнечных лучей у нас сейчас тут нету. Фоксируйся, у нас солнечных лучей нету. Мы это счастье все смело кладем на окно для того чтобы получилась влага. Порох, который там влазит, даже видно местами. Это именно для увлажнения. Но опять же самое главное, что туда не попала никакая зараза типа плесени. Вот самое главное. Вот я думаю, что спустя не пять, вот уже будет конкретный результат. То есть он уже потихоньку идет. Например, вот здесь прям сильно видно, что творится. Эта часть работает. То есть мы это размножаем, размножаем и размножаем. Вот мы вышли на улицу. В зале сверло побольше. Ну, фокусируйся. Вот и берем, это типа мини-инструкция. Писал для одного человека, но все равно ставлю в ролик. И вот берем мы это счастье. Вот так вот рассверливаем. Чем больше будет дырок, тем будет лучше. Меньше, но нежелательно. Я жду в аскарде по восемь. Сейчас тут мы убираем. Все это счастье мы скидываем. Фу! И продолжаем верлить. И вот так вот все остальные. Чем больше будет дырок, тем будет лучше. Меньше можно, но просто будет долго все расти. Вот такой вот счастье. И вот у нас сел шуруповерт. Как бы, ну и честно говоря, для этих целей он вообще непригоден. Поэтому мы сейчас сделаем дрель. Куда быстрее, куда эффективнее. Все в таком духе. Подключили. Поставим еще один удлинитель чуть позже. Вот. То есть вот это вот счастье примерно у нас вот так вот выглядит. Сейчас мы весь ужас уберем. Опа. Чтобы не получилось, как каких-то режиссеров, дрожание камеры. Вот. Чем больше дырок мы сделаем, тем нам будет лучше. И поэтому в дальнейшем нам вот это вот все счастье надо прорезать, порезать, чтобы это все открыть. Вот. В итоге мы сделаем в каждом, ну я сделаю, наверное, по 8 дырок. Вот. И чуть теплее станет, начнем засаживать мицелий. То есть вот так вот это счастье у нас выглядит. То есть вот я по каждому прошелся. Каждый раз просверлил. Вот. Осталось дождаться теплого времени. И заразим тем, что у нас уже размножено. Но вот как-то так. Вот он результат уже размноженного мицелия, который я также заказал у Алены. Вот. Ссылочка, телефон в описании. Звоните, заказывайте. Будет вам реально счастье. Вот такая вот маленькая предыстория. Это у нас штамм К17, который я, опять же повторюсь, купил у Алены. Я купил потом зерно. Все это счастье размножил. То есть, если у нас пакетик становится уже белым, полностью белым, то вот это вот счастье можно уже сажать. То есть, заражать пенечки, мешочки, ну, кого что. Вот. Самое главное, чтобы когда оно росло, сюда не попала никакая зараза типа плесени. Ну, как это было сказано в предыдущем ролике. И ни в коем случае никогда не покупайте вот эти деревянные карандаши, плашки, которыми надо будет заражать. Вы на это полжизни потратите. Как бы так, если для домашнего использования. Ну, все вот в таком духе. Вот. Это у нас уже результат готовый. Вот. Также я потом запишу видео, как все это делать, заражать. Ну, это все дальнейшая инструкция будет. Сейчас же я покажу то, что у меня растет. Прекрасно растет. Вот мы положим сюда. Такое вот счастье это. Вот так вот оно выглядит. Сейчас немножко даже его увеличу. Вот сейчас все выглядит. Вот тут даже конкретно видно, что и где происходит. Перевернем. Вот они пошли. То есть все, что белое, это грибок уже конкретно развивается. Вот оно идет, идет, идет. Я думаю, через 5-7 дней это счастье уже можно будет доставать и по пакетикам раскидывать. То есть, вот. И сейчас же покажу то, что у меня растет в мешке. То, о чем я говорил заранее. То есть, я взял шелуху от фасоли, отварил ее обязательно. Так как все в домашних условиях делается. Простерилизовал, само собой. Вот. И сейчас будет такой вот результат. То есть, вот тут. Сейчас мы уменьшим картинку. Тик-тик. То есть, вот мы картинку уменьшили. И здесь конкретно прям видно. Вот он. Идет, идет. Я заранее сделал перфорации с другой стороны. Вот такое вот счастье. То есть, мы взяли. Вот эта вот красота у нас вот так вот выглядит. Вот. Вот где белая. То есть, споры пошли. Тут где-то поинтереснее кадр есть. Вот он. Там все видно. Конкретно все прям видно. И вот, в общем, у нас вот такое вот счастье. Ожидаемый сход в теплом месте у нас будет примерно в течение месяца. Вот такая вот. Вот. То есть, у нас уже вот мицелий. Вот так вот красота выглядит. Но это не все. Но больше половину мы закидаем вот сюда. То есть, вот так вот берется. И все проталкивается. Проталкивается не особо плотно. Но, короче, обильно. То есть, на всю длину как бы я делал по 10 сантиметров вглубь. Вот. И вот каждый из них надо будет вот так вот с ним поступить. Скажем так. Сейчас мы это все заразим. Проталкаем. И запишем, что будет дальше. То есть, вот мы заделали дырки. Уже залили их, точнее засыпали. Всем вот этим вот счастьем. Вот. Все там засыпано. Вот такого одного белого пакетика лично мне хватило на... А я сейчас скажу на сколько. Получается семь с половиной бревен. В каждом по восемь, по пять, по семь дырок. То есть, если все это ориентировочно так рассчитать, то получается примерно один такой пакет на семь с половиной бревен, короче. Вот сейчас мы будем заливать это все воском для того, чтобы не птички, то есть, чтобы произошла как бы закупорка. Мы это сейчас зальем. Вот он наш воск. Даже не воск, а парафин. А потом все это обмотаем пленкой. Вот такая вот история. То есть, вот мы это все залили потихоньку. Не надо бояться, что парафин, воск пройдет прямо туда до конца. Потому что мицелия много. Все равно рано или поздно все это будет зарастать. Так что вот так вот это все сейчас все выглядит. Опять же повторюсь, не бойтесь заливать прямо обширно. Вот. Там самое главное, когда все это делаете, немножко сверху придавить. Тогда парафин не будет опускаться на самое дно. То есть, слегка прикупорить его. Вот. И пользуясь случаем, сейчас запишем фрагмент того, как засеивать мицелием мешок. Пакет, мешок. Ну, пакет желательно. Сейчас мы куда пойдем. Вот. Теперь мы закрыли все пеньки, которые зараженные были, пакетом. Ну, так, для профилактики. По большому счету, как бы, осталось только ждать. Ну, тут 3-4 месяца, может меньше. Может полгода, неизвестно. Вот. Поэтому, ребята, добейте свое дело. Сажайте. И будет вам счастье. Вышли мы на улицу. Увидели много всякого. Вот такого. Вот мы сейчас все соберем. Остатки, что-то еще, что-то еще, что-то еще. И это счастье все отварим. Вот. Пока займусь сбором. То есть, вот, ребята, как это выглядит. То есть, мы это все выпариваем. Вот. Надо бы опустить, конечно, пониже. Чтоб это счастье все пропарилось. Ну, мы накрываем крышкой. Поэтому, это так. Это у нас первая партия. Сейчас готовится вторая. Это все быстро в течение часа, я думаю, сделается. Ну, и в дальнейшем покажу, что делать дальше. То есть, вот так вот это отваренное добро выглядит. Довольно плотный получился. Сейчас мы начнем его заражать. Когда водичка стечет. Вот. Снизу я сделал 5-7 дырок. Ну, такие небольшие, по полсантиметра. Вот. В течение часа оно уйдет. То есть, остынет до уличной температуры. И начнем заражение. Иди покинуть. Да, можно. Есть. Как и было все написано. Вот оно. Сейчас немножко закидываем сюда. Так. Еще больше. Так. Красота. Страшно. Теперь нам вот. Добро. Все это, в счастье, мы кидаем сюда. Слоями? Да. По-любому слоями. Потому что он как раз будет, типа, равномерно зарастать. Я вот это счастье отваривал примерно, ну, часа полтора варил все это. Добро. Крова, цветочки. То есть, отваривали для стерилизации. Тут внешне она чуть-чуть влажная, чуть-чуть не страшно. Все. Потихоньку, потихоньку. Открываем. Вот. Вот, в общем, как-то так. Есть справедливость в этой жизни. Ага. У меня есть прямые доказательства. Я говорил, никогда эти плашки не покупать. Говорил. Сейчас просто покажу, что происходит. Какой-то. Вот он, результат того счастья, которое у нас получается. Это уже все размноженное. То есть, вот так вот это вот выглядит. Тут много всего. Но есть два предателя. Тут прям... Сейчас мы их покажем. Две нехорошие. Вот. Компания. Фирма. Гавриш. Вешенка рожковидная. Вот то, что которые полностью еще не заросшие. Я их сажал все в одно время. То есть, тут у меня получается как два... Две волны, скажем так. То есть, то, что полностью белое. Это уже готовая партия. Первая. Размноженная. Вот вторая партия. То есть, она вот все растет, 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 растет. Вон там еще один предатель. Вот он. Даже не то, что он. Это те самые плашки, про которые я рассказывал. Чопики вот эти для мебели. Эх, вот даже подписал. Вот. Тут целое разнообразие. Флоры и фауны. В нем творится. То есть, сейчас мы увеличим это добро. То есть, вон. Плесень необычная. Сейчас покажем. Где-то тут это было. Сейчас. Где эта красота была? О-о-о-о. О-о-о. Вон красная. Красота. Да. То есть, как я и говорил. Вот эти вот плашки. Это ужасно. Это ужасно. То есть, вот он первый. Красавец. Вот он. Красавец. Где полная. Флора и фауна. Флора. То есть, помимо мицелия, который там развивается. Там развивается еще несколько видов плесени. Это вообще жизнь. Красавец. Вот у нас. Обычная плесень. Вот у нас красная. Краснеет. Начинает. Красота. Я был прав. Где-то там еще была. Желтая. Ну, короче. Вот он. А, я даже говорю, подписывал их. Ну, это счастье. Зафиксировали. И вот как-то так. Так что, ребята. Не сажайте деревянные плашки. Будет вам счастье. Вот, ребята. Это первый наш, который был. Пакетик, который из фасоли. Там чего-то еще. Это все также было отварено. Вот с этих дырок, по идее, должно уже скоро полезть. Потому что мешочек уже набирает стабильно так вес. Это фасоль. А это то, что я сделал вчера. Вот. Я сделал типа маленькое окошко. Чтобы просто уже наблюдать, что там происходит. Ну, и сделал, естественно, перфорации, откуда все это добро полезет. Вот такая вот у нас история. Так что, ребята, ждем всхода, результата. Ого. О, там что-то происходит. Вот такая вот красотень. Так что, ребята, сажайте, выращивайте. Будет вам счастье. Во всем! Ну, давай! Продолжение следует...